Давайте прогуляемся по улице Амирман. Конечно, это не самое популярное для туристов место в Кронштадте, но здесь много чего интересного. Пойдемте, мы вам покажем. В Кронштадте это место называют гордо, горой. Гора, как видите, громко сказана, но все же возвышение есть. Четыре метра над уровнем моря. Есть очень красивая легенда о том, что когда-то давным-давно здесь был холм, а на нем росли два дуба. И Петр I очень любил отдыхать здесь, и для него даже построили беседку. И у Кушкина это отразилось в сказке о царе Залтане. Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле. Море синее кругом, дуб зеленый над холмом. Сегодня точное место, где росли эти дубы, к сожалению, никому неизвестно. Это роддом, где появляются на свет новенькие кронштадтцы. Раньше этого забора не было, и некоторые самые смелые пабы забирались по водосточной трубе, а остальные стояли внизу и кричали «Наташа! Клину!» А это милый балкончик на улице Амирмана, 13. Как хорошо было бы выходить сюда по утрам, неспешно пить кофе и думать о том, как хороша в сущности жизнь. Возможно, здешние обитатели так и делают. Сейчас здесь находится центр помощи семье и детям, и мы воспользовались их гостеприимством. А когда-то, лет этак назад сто с хвостиком, он принадлежал шляпникам. И здесь находилась гостиница «Северная», «Рыбные ряды», а братья Самуил и Яков Мордухович держали здесь фотоателье. И сами же здесь проживали. Заметьте, как на фотографиях указан адрес. Баговиленская улица, сейчас она интернациональная, дом Шляпникова. Номер дом был не нужен. Ну и так всем понятно. Дом Шляпникова. А вот, пожалуй, самый шикарный дом на улице Амирмана, 15. Дом купца Тимофея Дружинина, построен в начале 19 века. Тимофей Дружинин был городским главой Кронштадта. А его внук, Александр Александрович, открыл в 1872 году в Кронштадте коммерческий банк, который, увы, прогорел. И это произвело большую панику среди кронштадцев. Первое, что привлекает внимание на фасаде – эти змеи. Наверняка вы сразу решили, что это что-то медицинское. А вовсе нет. Это кадуцей. Его еще часто называют «жезлом Меркурия» – бога торговли и обогащения. Это волшебная палочка с маленькими крыльями, которую обвивают две змеи. Кадуцей – это знак защиты от хитрости и обмана, которые нередко сопровождали торговые сделки. Кстати, первый этаж здесь занимает магазин с еще не запамятных советских времен. Еще здесь много фруктов – символ изобилия. А вот там, смотрите, загадочные инициалы. Мы так и не поняли, что они означают. Если знаете, расскажите нам. А на другой стороне улицы смотрите, какой чудесный балкончик. А решеточка какая? Просто произведение искусства. А лица? И вот следующий дом. Здесь совсем другой советский декор, характерный для сталинского времени. На месте этих домов, без архитектурных изысков, когда-то находилась баня. Многие кронштадтцы еще помнят, как посещали ее. Во время войны она работала. Эта баня, кстати, мама мне рассказывала. И во время войны их сюда водили в баню. Ну, дело в том, что я жила в Кронштадте с 59-го года. И горячей воды, и ванн в то время не было. Естественно, что все пользовались баней. Жили мы на Короле Липнихта. И, естественно, каждую неделю мы посещали всей семьей баню. Папа с сыном уходил в одно отделение. Я с мамой уходила в женское отделение. Баня находилась рядом с хлебозаводом. Там, где сейчас стоит каменный пятиэтажный дом. Вот на этой территории, всю территорию занимала баня. Она была одноэтажная. Был проход в женское отделение через двор. Во дворе за сеткой металлической были большие яблони. Вот это я точно помню. Посещали мы эту баню в течение 10 лет. Ну, что в этой бане было интересного? Ну, во-первых, запомнился аппарат с одеколоном. Потому что папа после бани брился. Висели такие специальные аппаратики. Туда опускалась монетка, нажималась кнопка. И одеколон прыскал оттуда. После того, как мама меня намывала, ну, это я еще совсем маленькая была, меня сажали на диванчик такой деревянный, закутывали. И вот это тоже запомнилось. Мне всегда выдавали бутылочку с черничным морсом. Это было тоже удовольствие сидеть, ждать маму, пока она вымоется, она уходила в отделение. И вот попивать этот морсик. Потом эта баня еще сохранялась, потому что многие дома не были с горячей водой. Ну, а в конце концов ее, конечно, убрали и построили на том месте. Вот, пятиэтажку. Этот переход соединяет два здания хлебозавода. Справа доходный дом купца Синебрюхова. А слева когда-то располагался съезжий дом морской части. В нем находились приставы, пожарная охрана и службы охраны порядка. Такие вот серьезные учреждения. Но в 1928 году на их месте оборудовали хлебозавод. Здесь всегда так вкусно пахнет ванилью. Невозможно удержаться, чтобы не заглянуть в окно. Чудо-машина делает сушки сама, лепит их, выпекает и упаковывает. Люди лишь присматривают, чтобы не было сбоев. Купить сушки можно в ближайшем супермаркете. А в этом здании находится библиотека. Фасад украшен маскаронами. Как вы думаете, они зевают или рычат? Наши мнения разделились. Вот этот прекрасный дом Памермана 29 знаменит тем, что одним из его владельцев был в свое время псаломщик Андреевского собора Киселев Иван Павлович. Он сопровождал Иоанна Кронштадтского в поездках. Мы добрались до сквера металлистов. Очень суровое название сменило прежнее романтичное. Романовский сквер. Разбит он был к 300-летию дома Романовых. В центре сада был устроен фонтан. А в 1928 году сквер переименовали в духе времени – сад металлистов. Здесь был летний театр, буфет, ларки. По аллеям стояли бюсты вождей, арки с наглядной агитацией, отражающие производственные достижения. Ход был строго по билетам. Из воспоминаний современников. Собрался на днях сходить в сад металлист. С собой взял выданный клубом билет. Строго руководствуясь пунктом 2 правил, допускающим в сад на один билет двоих, взял с собой товарищ. При входе нас задержал контролер. Оказывается, входить в сад вдвоем можно только с женой. А если в будущем пойти в сад с женой, то хотелось бы узнать, неужели нужна будет выписка из ЗАГСа или нет. Рабочий Кронштадт за 1931 год, номер 79, страница 4. А в 1967 году в парке установили памятник Морзаводцу. Автор памятника – кронштадтский скульптор Ануфри. А в соседнем доме на Амирмана 31 жил великий русский физик и электротехник, изобретатель радио Александр Степанович Попов. Настало время сказать, кто же такой этот загадочный Амирман, в честь которого названа улица. Петр Кириллович Амирман – член Кронштадтского исполкома Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов. Работал в морской конторе Кронштадтского торгового порта. Погиб во время гражданской войны недалеко от Аренебаума и похоронен недалеко от станции Большая Ижора. Вот мы и завершили нашу прогулку. Пишите нам, звоните нам, если вы знаете что-то, чего не раскопали мы.